здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня у нас тема которая касался впервые два с половиной года назад а именно генератор рожь взяться за него мне побудили ваши письма поскольку времени прошло много поступило также много новой информации я думаю что сегодня вам будет интересно ну а теперь рубрика из новостей и как говорится все по порядку и так новость номер один 29 30 сентября местечке кёнигстайн германия прошла конференция по свободной энергии на которой некий хардмунд домблер руководитель фирмы екад deutschland заявил о партнерсе с фирмой рожь и совместном проекте строительстве электростанции в таиланде как говорится утритесь скептики новость номер два это конференция которая проходила в сочи с 1 по 8 октября это была юбилейная 25 конференция по холодному ядерному синтезу и шаровой молнии звездой этой конференции стал профессор пархомов миниатюрный реактор которого содержащий всего 1,2 грамма никеля проработал 7 месяцев выработав при этом энергии как при сгорании 100 литров бензина согласитесь показатели неплохие конференция вызвала большой интерес на западе и по общему мнению русские в целом не отстают от команды андреа росси а кое в чем возможно его даже и опережают за номером три у нас новость из соединенных штатов америки где фирма joy scientific выпустила интереснейший пресс-релиз о сотрудничестве с компанией marine max крупнейшим торговцам яхтами в соединенных штатах контракт предусматривает предоставление marine max технологии hydrogen 2.0 это получение водорода из морской воды непосредственно на борту морских суден эта технология позволяет генерировать водород непосредственно на борту из морской воды и снабжать энергии не только вспомогательное оборудование но и основные двигательные установки что интересно компания joy scientific базируется в космическом центре имени кеннеди а фамилия руководителя компании как вы думаете конечно же кеннеди таким образом на наших с вами глазах в коммерческий оборот вышла еще одна потенциально закрывающая водородная технология еще одна коротенькая но весьма любопытная новость пришла из германии по сообщению журнала нет южнокорейская фирма сав инфинити начале 2019 года начинает серийный выпуск магнитных моторов известная разработка нашего с вами бывшего соотечественника андрея слободяна он уже получил хорошую известность в интернете но так вот из украины разбегаются лучшие инженерные кадры не могу обойти внимание и несколько видео выпущенных изобретателем с интересной фамилии чекурков эти видео касается антигравитационных установок на чекуркова вылили тонны грязи но я хочу вступиться в его защиту по моему это честный парень и он то что делает мне кажется он делает это хорошо и самое главное честно то что он рассказал принципе не расходится с тем что известно мне я считаю что его неказистые установки вполне реально хотя они получились у чекуркова скорее по наичию методам проб и ошибок мои ему слова поддержки впервые генератор рож появились на публике в 2014 году с тех пор они побывали на различных выставках экспонировались перед группами экспертов которые их облазили что называется снизу до верху ради этих экспертов их разбирали демонтировали сливали воду и так далее в общем дали изучить основательно но тем не менее против фирмы была поднята мощная волна дискредитации эту волну возглавил некий себе вольфганг зюс он же бозер вольф то есть плохой волк этому с позволения сказать позорному волчине то удалось сделать немало в общем фирма была основательно дискредитирована за последние два с половиной года ей сама фирма так и не запустила широкое в массовое производство генераторы по 5 киловатт злые языки говорили что потому что генератор вообще принципе работать и не может но я полагаю что это произошло совершенно по другим причинам фирма не хотела раскрывать свои коммерческие тайны основы свои технологии которые таким образом ну просто разошлись бы по миру что называется кроме того выпуск маленьких генераторов 5 киловатт отнюдь не сулил больших барышей фирме гораздо выгоднее запускать крупные электростанции по 5 10 по 100 мегаватт что совершенно в общем очевидно в данном случае поскольку помоев было вылета немало активно поработал наших краях такой себе еще белецкий такой блогер то я должен выступить адвокатом фирмы рож позволю зачитать ее официальный ответ скептиков ну а конкретно господину зюсу он же плохой бог уважаемый господин зюс настоящим прежде всего мы хотели бы дать понять что ошибочное обвинение в совершении преступления а мошенничество является таким преступлением представляет свои отдельные криминальные деяния а также принуждение с помощью которого вы пытаетесь заставить нас раскрыть нашу коммерческую тайну ваше несколько смутное юридическое мнение о том что нужно что нам нужно доказать принцип функционирования как наша уважаемая компания должна работать мы не критикую мы не хотим делиться или даже обсуждать с вами наши корпоративные решения и стратегии кроме того у нас нет ни времени ни желания заниматься вашим обучением наша технология была проверена и подтверждена известными компаниями по тестированию и проектированию технического оборудования если есть и несколько профессиональных отчетов которые мы предоставляем нашим деловым партнерам ваша фундаментальная ошибка состоит в том что наша электростанция не является закрытой системой что хорошо понимает физики достойные того чтобы их называли таковыми тщательно изучив наш веб-сайт вы могли бы с одной стороны найти местоположение нашей электростанции действующей электростанции а с другой стороны также видео о том что она находится в эксплуатации искренне ваш клаус петер герхард холдинговая компания рож групп таков официальный ответ мне кажется он достаточно информативен в нем есть один очень интересный момент фирма рож упоминает некую действующую электростанцию но в то же время не раскрывает ее местоположение не трудно понять что таковы условия договора с клиентом с фирмы которая собственно электростанцию заказала по понятным причинам эта фирма не хочет чтобы ее местоположение знали ответ фирмы рож вольф гангузиус очень правильно на такой знаете академический холодный мне гораздо больше нравится то что ответил один из наших сторонников любителей свободной энергии на одном из форумов вольф гангузиус цитирую что знает эта рожа цвета морковки обо всех законах физики неужели это задница держит окончательную правду в кармане физика не является догмой это не религия если что-то работает то это работает и по каким законам она работает нам всем не очень интересно важен результат присоединяюсь в отличие от позорного и ленивого волка зюса я тщательно изучил сайт фирмы рож провел свое небольшое исследование и мне удалось установить что электростанция которую построила фирма рож действительно существует и она является комплексом целого проекта по когенерации мощностью примерно в 650 мегаватт и находится это все хозяйство на восточном побережье мексики вот взгляните хотя бы на вот эти вот картинки когда это маловато похоже на тепловую электростанцию или скажем атомную не правда ли также нет никаких понимаете ли больших выхлопных труб в пользу этого предположения говорит то что существует отчет подготовленный электрическим инженером по имени ксабьер лозану вы можете посмотреть и найти я даю на него а линк внизу этого видео насчитывающий 18 страниц где он весьма подробно описал то как искал на генераторе рож и скрытые батареи и скрытые провода и скрытый двигатель и тому подобные вещи в том числе изучала с помощью тепловизора ничего этого он на генераторе не нашел прочту заключение господина лозану технология кпп невозможно по существующим инженерным законам и практикам обман в технологии кпп не был найден даже при исчерпывающем исследовании и пункте технология кпп может работать при определенных условиях и при определенной весьма хорошо разработанные технологии дословно highly advanced technology что по моему мнению достигается путем изменения плавучести в контейнерах содержащих воду напомню что господин ксабьер лозан является выпускником стэнфорда кстати он работал над тем самым проектом по когенерации на восточном берегу мексики еще одно подтверждение пришло со стороны фирмы декора фирма декора это крупнейшая аудиторская фирма германии занимающийся аудитом технических объектов штате фирмы 36 тысяч сотрудников работает на с 1925 года полагаю фирма это достаточно авторитетно по выводам экспертов декора генератор рож совершенно работоспособен кстати директор рож разместил упоминание об этом на своем роллс-ройсе что вы можете видеть декора пруфт кроме того генератор рож непосредственно на месте осмотрела несколько моих знакомых в том числе юрий витальевич курка руководитель фирмы энерго аэрокомплекс из ростова-на-дону вот его фотография непосредственно самим генератором юрий витальевич поделился своими такими живыми впечатлениями о самой фирме и ее руководстве как он сказал на фирме рож все очень пафосно вот само руководство не хотело идти на контакт до тех пор пока не прозвучало волшебное слово инвестор он приезжал в германию непосредственно со своим инвестором правда фирма заломила такие деньги что в общем сделка к сожалению не состоялась помимо прочего задал юрий витальевичу вопрос зачем фирме рож нужны мощные неодимы для чего она их использует дальше ответил что вероятнее всего она просто доработала генераторы электроэнергии которые сейчас все как один китайского производства то есть он просто их немного усовершенствовал чтобы они давали большее кпд по его словам ни малейшего сомнения в работоспособности генератора в рож у него не возникло позволю осмотреть практически все том числе подняться наверх никаких скрытых проводов он там и нашел технология на сто процентов работоспособна тем не менее даже после всего этого интрига у нас остается чем же секрет генератор рож чем же основная их фишка ну не в неодимовых же магнитах в самом деле и и вот об этом в заключительной части нашего материала важную подсказку мне дал изобретатель валерий бачевич нарисовав вот такую вот диаграмму на этой диаграммке показана зависимость давления при задувании воздуха как мы видим поначалу давление в трубе через которую задувает воздух растет но когда воздушные пузырьки начинают выходить оно несколько падает при том валерий обнаружил зависимость от диаметра используемой трубы при диаметре 5 миллиметров примерно на 5-10 процентов падает давление при диаметре 20 уже примерно на 25 30 процентов почему так происходит а так происходит потому что вода это не школьная не идеальная а реальная жидкость и вообще-то говоря описывается ее поведение уравнениями на въезд окса точное решение которых является математической загадкой века как считает институт клей наиболее полное объяснение того как и почему работает генератор рож дал профессор альфред эверт статья которая так и называется как и почему работает аутрибс крафтверке генератор рожь линк на нее я даю внизу своего видео профессор эверт указал на то что практически все наши находки в сфере аэрогидродинамики это находки эмпирические по мнению профессора эверта образуется при задувании воздуха в жидкость образуется вихри и используя это вихревое движение можно таким образом и резко сократить расходы на работу компрессора фирме рожь удалось эти расходы снизить примерно в 10 раз профессор эверт своих статьях не только вскрыл вихревой гидродинамический секрет генератор фирмы рожь но и указал пути их дальнейшего совершенствования частности он указал на то что можно использовать специальные сопла или форсунки для того чтобы усиливать вихри образующиеся в воде это позволит еще больше экономить энергию каково же было мое удивление когда оказалось что такая техника уже давно выпускается шведской фирмой word эко их компрессора с вихревыми насадками позволяют аэрировать воду в рыбном хозяйстве экономя значительные средства на энергии а кроме того что вообще фантастика позволяет удалять растворенные газы из воды что особенно ценно для очистки бассейнов от запахов хлорки или подготовки воды для заливки катков эта технология получила название real ice лед полученный из д газированной воды значительно прочнее а кроме того такая вода гораздо быстрее замерзает экономический эффект весьма впечатляющий по мнению эверта появление технологии вихревой технологии в генераторах это удивительное и вообще говоря эпохальное событие я считаю что немцы могли либо самостоятельно прийти к вихревой технологии либо сотрудничать с фирмой вот реку корни этой разработки восходит к идеям великого виктора шаубергера целом я думаю не надо ломиться в открытые двери дееспособность технологии разработанной фирмой рож доказано множеством независимых экспертов в том числе авторитетнейшей фирмой декра так что если эта технология работает и школьные учебники не могут это объяснить то лишь потому что не дают очень упрощенную очень обобщенную я бы даже сказал примитивную картину мира тем хуже для школьных учебников теперь думаю ребята пора сделать выводы но для этого мне кажется нужно взглянуть на проблему шире посмотреть что у нас вообще делается в энергетике и научном мире мои подписчики знают что предыдущее мое видео было посвящено проекту итер горячему термояду я напомню что генератор итер строится уже 30 лет и построен только наполовину когда он начнет работать толком неизвестно и будет ли работать вообще на эту разработку было израсходовано порядка 10 миллиардов долларов примерно столько же потребуется еще всего на исследование в области горячего термояда по моим расчетам в мире было израсходовано порядка 50 миллиардов долларов длятся они уже 60 лет и результатов как мы видим нет притом сами разработчики ученые беспрерывно твердят что это направление сулит нам энергетическое освобождение человечество и вообще бесконечный источник дешевой энергии как мы видим пока что энергии этой нет и обходится это все очень дорого мировой энерго рынок составляет порядка двух триллионов долларов вот только вот одна цифра я думаю она сама по себе хорошо говорит какие монстры зубры и диплодоки вводятся на этом рынке какие мощнейшие группы интересов там сосредоточены и вот посреди этого движения вдруг выскакивает маленькая немецкая фирма предлагая свою потенциально закрывающую технологию совершая изобретение которое делать ее никто не просил фирма рож не получила нобелевской премии я думаю что вряд ли получит их в обозримом будущем фирма рож не получила и тех инвестиций на которые рассчитывала вместо этого она получила то что мы видим она получила простите за выражение мощный говномет мировой рынок энергии давно поделин конкуренция на нем весьма и весьма плотно и надо думать что люди которые продают нефть и газ не становятся ни перед чем чтобы остановить нежелательных конкурентов ход идут любые средства любые я имею ввиду и криминально наказуем отчасти в этом повинна и сама фирма рож потому что откровенно не заморачивалась со своим пиаром выводы ни одной из независимых экспертиз который подтверждает работоспособность ее разработки фирма рож почему-то на своем сайте так и не выложила я думаю что точку в истории с фирмой рож и ее замечательной разработкой ставить еще конечно рано она еще заявит о себе я искренне надеюсь что учитывая замечательные такие очень вкусные зеленые тарифы которые сейчас существуют в украине это 5 23 за киловатт час что у нас найдутся бизнесмены которые смогут реализовать такую технологию в украине я уверен что они очень быстро отобьют что называется все свои инвестиции и получат со временем хорошую прибыль счастливы вам ребята и держите хвост пистолетом во вьет в в и в Редактор субтитров А.Семкин